Водитель БМВ, под колесами которого на улице Гаврилова погиб 26-летний молодой человек, сегодня предстал перед Новосавиновским судом Казани. Напомним, 22 августа иномарка на огромной скорости снесла двух человек, парня и девушку, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Была ночь, и светофор к тому моменту уже мигал только желтым светом. Тело пешехода от удара отбросило примерно на 50 метров от перехода. Столкновение было такой силы, что у иномарки повреждена практически вся левая часть, включая крышу. Шансов выжить у мужчины не было. Девушку госпитализировали, и сегодня она рассказала Нафисе Минязовой то, что видела той ночью. Он шел на шаг вперед. Меня он всегда шел на шаг впереди меня. И смотрел на дорогу всегда, обычно он. Светлана уверена, что жива осталась только благодаря ее молодому человеку. Он спас ее ценой своей жизни. Они переехали в Казани за Знакаева. С Максимом планировали пожениться следующим летом. Строили планы, делали в квартире ремонт. В ночь с 22 на 23 августа как раз шли из магазина стройматериалов. Стали переходить дорогу, шли по переходу, светофор там есть. Но в это время уже мигал только желтым светом. Через секунду жизнь 26-летнего молодого человека оборвала иномарка под управлением 32-летнего Азата Мухаммедгалеева. Светлана узнала об этом только в больнице, когда стала приходить в себя. Она вообще из ниоткуда вышла, честно. Это не вам? Абсолютно из ниоткуда. Нам одна машина уступила, а вторая ее бы никто не заметил. Абсолютно никто бы не увидел. Разбитый от удара об человека БМВ остановилась только через десятки метров от места наезда. Тело пешехода отбросило на 50 метров от перехода. Просто слышали звук, такой удар. Когда взглянули сюда, машина на большой скорости проехала, и за ней что-то летело. Сегодня в суд явился отец погибшего. Родители молодого человека признаны потерпевшими по этому делу. Женщина не приехала. Как рассказал ее муж, она не смогла бы смотреть в глаза тому, кто убил ее сына. Страна защиты в начале процесса выступила с ходатайством о приобщении к делу документов о выплате морального вреда. В адрес погибшего было добровольное возмещение вреда в размере 300 тысяч. Однако отец погибшего считает, что этого мало. Несмотря на то, что деньги сына не вернут, они подали в суд иск о возмещении вреда по 2 миллиона каждому пострадавшему. То есть ему и его супруге. Иск к делу приобщили, а вот сумму планируют еще обсудить. По словам адвоката, подсудимого денег у его подзащитного нет. БМВ он покупал в кредит за полтора миллиона, а работает электромонтажником. Также защитник просил провести процесс в особом порядке. Но не узнав мнения второй потерпевшей, матери погибшего принять такое решение в суд не смог. Поэтому слушание перенесли на 25 декабря. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, Вызов 112. Происшествия и аварии, трагедия, героизм спасателей и сила закона в программе Вызов 112. На сайте tnv.ru и на ютуб канале ТНВ. Подписывайтесь!